Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Мы продолжаем наш проект «Клинические разборы». В данном случае речь идет о сахарном диабете второго типа, впервые выявленный, и случай прислан врачом-эндокринологом Ачировой из города Коврово. Обратилась пациентка 35 лет с впервые выявленным сахарным диабетом. Проходил медицинский осмотр, где был выявлен сахар 7,4. Терапевтом, который проводил данный профосмотр, была направлена на пересдачу глюкозы и на гликированный гемоглобин. Обратилась ко мне уже с этими результатами. Оба сахара больше чем 7 и гликированный нормальный. В ходе опроса было выявлено, что пациентка дважды сдавала анализ не натощак, то есть выставлять сахарный диабет второго типа у меня не было оснований. Поэтому она была направлена на дообследование. Я четко и долго объясняла ей, как именно должен правильно проводиться тест. И несмотря на это, также был выявлен сахарный диабет второго типа. У нее постпроэндиальный сахар был больше чем 11. Наследственный анамас, анамас по сахарному диабету у данной пациентки не отягощен. Индекс массы тела, тоже хочу, чтобы вы обратили внимание, 27,2 килограмм на метр квадратный. То есть, то, скажем, такой показатель, который трактуется уже как избыточная масса тела. Это еще не ожирение, но так или иначе, вот уже выше чем 27 килограмм на метр квадратный, это уже группа риска. Группа риска и должны взять это на заметку. У пациентки особенности она не планирует соблюдать диету. С ее слов это невозможно при ее таком специфическом графике, когда она работает одну неделю днем, вторую неделю вечером до часу ночи и третью неделю в месяц она работает в ночь. Плюс, конечно, ей нужно заниматься какими-то своими бытовыми обязанностями, социальными, и поэтому у нее снижена комплоентность. Был выбран конкретно для этой пациентки из всех видов терапии препарат Суглад в виде монотерапии один раз в сутки. И несмотря на несоблюдение диеты и отсутствие режима труда и отдыха, пациентка получила положительную динамику в виде нормализации сахаров натощак, в том числе и постпрандиальный, и снижение массы тела на один килограмм, что я рассматриваю как идеальный вариант ее терапии. И вот у нас фактически таблица, показывающая динамику событий. Жалоб пациентка, как правило, не предъявляет, и в данном конкретном случае это именно так. Объективно, то, о чем мы только что с вами говорили, индекс массы тела 27, на килограмм мы сбавили массу тела, гликемия в пределах целевых значений, гликированный 5,9, собственно, и был такой, биохимия крови нас тоже самое вполне устраивает, и назначена терапия препаратом, который представляет класс ингибиторы натриглюкозного котранспорта второго типа. Выбрали суглат и проглифлозин, одна таблетка в сутки. Хотелось бы уточнить у Александра Сергеевича, как можно помочь подобным пациентам с таким нестабильным графиком и с постоянным социальным джет-лак синдромом? Ну, здесь еще один такой важный момент. Смотрите, особенности питания. Пациентка в данном случае, смотрите, она имеет несколько факторов риска. Во-первых, у нее уже есть избыточная масса тела. Индекс массы тела 27,2, килограмм на метр квадратный, и по данным литературы, и отечественные, и зарубежные, это уже группа риска, и порядка 70, более 70%, там, если точно, 72% таких пациентов, как правило, уже в перспективе имеют сопутствующие заболевания. Сопутствующие заболевания, и это и артериальная гипертензия, в первую очередь, и проблемы с суставами и так далее. Потому что это уже для меня, допустим, и цифры, которые были доктором обозначены, доктором Ачировой обозначены, и по гликемии, это уже начинающаяся глюкоза, токсичность. Для индекса массы тела 27,2, это уже начинающаяся липотоксичность. Ингибитор натрия-глюкозного код транспорта второго типа, который назначен, на самом деле очень такое оригинальное назначение в самом начале этого пути. У ингибиторов натрия-глюкозного код транспорта второго типа, конкретно препарат Сугват, дозировки 50, одна таблетка в сутки, хороший, так скажем, хороший подходящий механизм действия. Убирается лишняя глюкоза, сброс лишней глюкозы с мочой, раз. Мы не боимся в данном случае гипогликемии, не боимся на самом деле гипогликемии, потому что как только уровень глюкозы начинает снижаться, так, в ответ на назначение ингибитора натрия-глюкозного код транспорта второго типа, в данном случае Суглат, моментально это показано целым рядом исследований, итальянские исследования, такой известный профессор Ферранини, который показал, что повышается уровень глюкогона, защитная реакция и моментально идет производство глюкозы печенью и почками и соблюдается вот этот вот баланс, поэтому тут бояться риска гипогликемии не следует. Второй пункт, второй пункт, смотрите, за месяц фактически она очень хорошо отреагировала в плане второго момента, который нас, в принципе, беспокоит. Липотоксичность, да, у нее масса тела снизилась на один килограмм. Третье, третье должен похвалить доктора Ачирову, потому что фактически она вот при этом начале вот этой истории исключила аутоиммунный характер, аутоиммунный характер сахарного диабета, так, исключила сахарный диабет первого типа, определив антитела, получив вот эти отрицательные значения, браво, это не так часто, когда вот это происходит, и, в общем, такие возможности есть. Да, действительно. Вот, конечно, сложная история, сложная история питания. Питание в отношении людей, которые работают в разные смены. Потому что традиционно, да, мы знаем источники поступления глюкозы в кровь. Днем – это всасывание глюкозы из пищи в кишечнике, и в этом смысле, так скажем, ночной источник поступления глюкозы в циркуляцию крови, а это принципиально важно, потому что кора головного мозга, она не может функционировать ни днем, ни ночью без глюкозы. Поэтому вот сказать, что вы тут прекратите это самое, ограничьте себя во всем, достаточно сложно. Потом у нее такая физическая нагрузка большая в том числе, и она должна нормально, полноценно питаться. Вот, и, собственно, ночью, я уже сказал, глюкоза поступает за счет производства, за счет глюконеогенеза на уровне печени, как сейчас в последнее время особенно отмечается, это почки. Вот, и, конечно, традиционно, ограничение так называемых легкоусвояемых углеводов. Вот, насколько вот тут какой-то режим физической активности вне работы, достаточно, ну, просто рекомендовать, наверное, сложно выполнять человеку, который всю ночь работал, а днем мы скажем, ну, надо было бы пойти и что-то там, чем-то еще позаниматься. Поэтому это могла бы быть ходьба, ходьба, хотя бы ходьба. Вот, и вопрос, конечно, по отношению к продолжению препарата суглат. Она очень хорошо отреагировала. И у суглата есть очень хорошие результаты влияния именно данного препарата в первую очередь, хотя весь класс работает на эту тему, на углеводный, на жировой обмен. Но у суглата есть такая доказательная база по поводу и снижения массы тела, и улучшения целого ряда метаболических характеристик. Метаболических характеристик, в том числе уменьшения инсулинорезистентности, которые обязательно присутствуют у лиц с нарушением жирового обмена, повышение уровня адипонектина, который является маркером метаболического здоровья, и есть такая серьезная доказательная база. И я честно думал бы, что я не прекращал бы назначение данного препарата и продолжал бы вот это. Здесь есть еще, так скажем, нюанс, нужно ли в зависимости от, в какую смену работает пациентка, менять также и режим назначения препарата. Я бы попробовал оставить тот же режим, который, скорее всего, она принимает после завтрака, вот, и дальше посмотреть, наблюдать ее. Но результат очень хороший, и действительно, в случае выполнения рекомендаций продолжения приема препарата, на мой взгляд, прогноз вполне благоприятный. И спасибо за такую, в общем-то, продуманную оперативность в плане решения вопроса у пациента, который только-только заболел. Это принципиально важно, потому что во всех международных документах мы нечасто используем такую терминологию, есть такой призыв, нейтрализация, максимально быстрая нейтрализация, как, знаете, ликвидация врага, нейтрализация глюкоза и липотоксичности. Спасибо.